МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. В студии работают сурдопереводчики Виктория Антонишна. Я, Алмаз Ашим. Добрый вечер. Касым Жумар Тукаев встретился с главой авиакомпании «Эйрастана». Питер Фостер проинформировал об основных показателях за год. Также доложил о планах на ближайшую четырехлетку. В частности, перевозчик планирует расширить авиапарк самолетами нового поколения семейства Airbus A320 и Boeing 787 Dreamliner. Поставка ожидается в 2025 году. Также речь зашла о перспективах работы лоукостера «Флайер Стан» и подготовке к IPO в 2024 году. Глава государства стратегию развития компании поддержал. За первый день легализации иностранных автомобилей в стране предварительно одобрено более 2000 заявок. Из них 100 человек уже получили соответствующие документы. В эти дни спецсоны будут работать до 10 вечера, чтобы принять как можно больше автовладельцев. Поставить на отечественный учет можно только машины, ввезенные в страну до 1 сентября прошлого года. При этом должен быть пройден ряд процедур. Подробный алгоритм у Алишера Накипова. Такого ажиотажа в столичном спецсоне не видели давно. Сотни владельцев машин с иностранными номерами спешат воспользоваться акцией, получить заветную казахстанскую прописку и государственный номерной знак. Свой автомобиль Ардак приобрел в 2021 году в России. Говорит, так выходило дешевле. Правда, поставить ее на казахстанский учет мужчина не спешил. Регистрация и утерсбор, по его словам, обходятся в сумму почти равную стоимости самой машины. Я даже не ожидал, что стану первым в Астане человеком, который пройдет через программу легализации. Если честно, не планировал ехать сегодня в специализированный сон, но потом решил попытать удачу. На удивление, все прошло быстро. Все документы у меня оказались в порядке. Процедура заняла чуть больше двух часов. Легализация для Ардака, еще сотни тысяч казахстанцев, владеющих автомобилями, с иностранной регистрацией, настоящее спасение. Цена вопроса вполне посильной 200 тысяч тенге, без учета госпошлины и сбора за госномер. Решил воспользоваться уникальной возможностью, которую предоставило нам государство. Это реальная поддержка. Несмотря на то, что людей сегодня много, очередь идет быстро. Надеюсь, что смогу наконец-то узаконить свой автомобиль. Работа хорошо организована. Довольно быстро прошел все необходимые процедуры. Теперь буду ждать ответ. Правда, легализовать на территории республики можно только те машины, которые были везены до 1 сентября прошлого года. Получить казахстанский госномер могут владельцы автобусов, легковых и средних грузовых автомобилей. Транспортное средство не должно находиться в розыске и быть снято с учета, а также пройти необходимые таможенные процедуры. Требования по экологическому классу, отметили в полиции, предъявляться не будут. Заявление можно подать через портал ЕГОФ либо обратиться в спецсон. Планируем провести легализацию всех транспортных средств максимальное количество. По стране на сегодняшний день зафиксировано движение транспортных средств в количестве более 300 тысяч. Сейчас очень много вопросов встает по транспортным средствам, везенным по запасным частям. Эти вопросы тоже сейчас рассматриваются, изучаются. То есть мы, помимо того, что принимаем заявление, мы делаем своеобразный анализ и принимаем решение комиссионное. Процесс легализации иностранных машин продлится до 1 июля. Сразу после начнут наказывать нарушителей. Первый раз водителям грозит штраф в 10 МРП. За повторное нарушение в течение года 20 МРП либо лишение водительских прав на один год. Алишер Накипов, Диаску, Вламбаев, Хабар, 24. Объем поддержки казахстанских экспортеров достиг рекордного показателя. Сумма превысила 259 миллиардов сенге. Из-за нестабильной экономической ситуации в мире первое полугодие 2022-го выдалось непростым. Но уже со второй половины года отечественные производители сумели вернуться в прежний ритм работы и восстановить зарубежные поставки. Китай, Азербайджан, Италия и Турция – это лишь часть экспортных направлений, куда казахстанские производители поставляют свою продукцию. Как показывают цифры, особым спросом у стран-партнеров пользуются продукты питания. Не менее востребованы наши металлы и товары химической промышленности. Мы перевыполнили плановые финансовые показатели прошлого года, достигнув рекордной отметки в 259 миллиардов сенге по объему поддержки казахстанских экспортеров. По предоставленному предэкспортному финансированию, торговому финансированию достигли показателей в 20 миллиардов сенге. В целом необходимо отметить, что под страховое покрытие казахэкспорта, не привлекая бюджетное финансирование, мы привыкли от финансовых институтов на поддержку экспорта порядка 166 миллиардов сенге. Только в прошлом году казахэкспорт помог выйти на зарубежные рынки 80 экспортерам. 21 из них впервые поставили товар за границу. Сейчас отечественную продукцию покупают более пяти сотен иностранных компаний. Из значимых событий прошлого года необходимо отметить подписанные соглашения с коммерческими банками Узбекистана и Таджикистана, позволяющие увеличить объем экспорта для наших экспортеров с использованием аккредитивной формы расчета. Помимо этого была подписана двухсторонняя сотрудничество с экспортно-кредитным агентством Ирана. За последние семь лет казахэкспорт профинансировал около двухсот казахстанских экспортеров, направив на их поддержку свыше 845 миллиардов сенге. Сабида Балашкина, Нургалиман Бурбаев, Хабар, 24. Антикоррупционная служба расследует уголовные дела в отношении руководителей компании «Алматинские тепловые сети» и «Балхажилу». Представители первой подозревают в получении взятки в сумме 16 миллионов сенге. Двух сотрудников второй компании, бывшего зама директора и глав Бухов, в хищении свыше 272 миллионов. Их перечисляли в виде зарплат на карточные счета, и при этом у товарищества имелись задолженности перед поставщиками на сумму свыше полутора миллиарда тенге. По обоим фактам в связи с полным признанием вины подозреваемыми мера пресечения в виде содержания под стражей не применялась. Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. В Шемкенте «Антикор» пресек незаконный сбор денег жителей частного сектора. Во время замены уличных газовых труб в одном из микрорайонов сразу больше тысячи жильцов пожаловались на неудобное расположение коммуникации. Из-за газовой трубы не открывались ворота и не могли заехать машины. Подрядчик предложил устранить проблему за отдельную плату. По 20 тысяч тенге с каждого дома. Кто-то оплатил, но большинство людей обратились в городское управление жилищно-коммунального хозяйства и в «Антикор-службу». В итоге удалось найти компромисс. Подрядчик удлинил опоры под газопровод за счет средств из бюджета, выделенных на реализацию проекта ранее. Департамент поступил из жалобы жителей микрорайон Туран касательно незаконного сбора денежных средств при проведении сварочных работ газовых труб к домам. Чтобы снять социальную напряженность, по нашей инициативе между Акиматом и подрядной организацией обеспечена договоренность по удлинению под газопровод до 4 метров для устранения проблем с доступом более тысячи потребителей к своей придомовой территории. Ранее необоснованно собранные денежные средства возвращены жителям. «Антикор» проверит школы Карагандинской области после обращения родителей. Они сообщают, что в классах сохраняется низкая температура. С каждым конкретным случаем будет разбираться специальная комиссия. Марина Золотарева расскажет подробно. Это кадры, снятые неделю назад. Тогда больше 20 школ Тимиртау перешли на дистанционный формат работы. Температура в классах была ниже нормы. Спустя пару дней учебные заведения заработали в штатном режиме. Однако в «Антикор» продолжают поступать обращения от родителей с просьбой проверить школы. Дети, по их словам, мерзнут. 90% школ сейчас у нас на автоматических узлах сидят. На сегодняшний день они просто не работают так, как должны работать. Основная причина – это нет обслуживающего персонала. То есть нет людей, которые могли бы отрегулировать автоматическую систему и нормально запустить. А это уже Карагандинская 77-я школа. В классе нулевиков температура ниже 16 градусов. Кабинет пришлось закрыть. Между тем, здесь каждый класс на счету. В школе обучаются 1800 учеников. Это на 600 больше положенного. Четырехэтажное здание не ремонтировалось более 20 лет. Систему отопления нужно менять, заявили в городском отделе образования. Окна здесь, ревизию никто не проводил длительное время. Систему отопления тоже длительное время не подводилось никакому ремонту. И в этом году мы вот на данный момент уже проект по капитальному ремонту зашел в государственную экспертизу. Точная сумма по оценке ремонта будет известна только после заключения экспертов. Если мы в этом году нам выделят, то, конечно, мы в этом году проведем ремонт. В Антикуре тем временем объявили о намерении создать специальную комиссию, в состав которой войдут также общественники и эксперты. Их задача разобраться в каждом конкретном случае. Здесь вопрос либо бездействия по службе, либо чья-то халатность. Здесь будет каждый уполномоченный орган принимать процессуальное решение, ответственность виновных лиц. Уже в ближайшие дни комиссия начнет обход школ, и первое выездное совещание пройдет в учебных заведениях Тимиртау. Марина Золотарева, Сайла Уыликов, Зарина Зупыхар, Карганинская область, Хабар-24. Пакистан сегодня остался без электричества после сбоя в системе. Каждую зиму власти отключают генераторы на ночь, чтобы сэкономить топливо. Веерное отключение электричества продолжается также в ЮАР. Это привело к сбою поставок продуктов питания. Из-за повреждений энергообъектов без света сидят жители Киева. Подробности в нашем обзоре. Масштабный сбой произошел в энергосистеме Пакистана. Как результат, без света остались более 220 миллионов человек. То есть почти все население страны. По сообщениям местного министерства энергетики, отключение случилось после скачка напряжения в национальной сети сегодня утром. Авария произошла во время запуска генераторов, которые регулярно отключаются на ночь. Власти идут на такой шаг зимой для экономии топлива и затрат на него. Сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения. Несколько сетевых станций уже восстановили работу. Отмечу, это второй масштабный сбой в энергосистеме Пакистана за последнее время. В октябре произошло массовое отключение электричества в провинциях Белуджистан, Пинджаб и Синд. Затяжные веерные отключения электричества ухудшают положение фермеров в ЮАР. Потребители самой промышленно развитой Республики Африки лишены его до 10 часов в сутки. В результате масштабного блэкаута в одном из птицокомплексов за день скончались 50 тысяч цыплят. По словам фермеров, они теряют птиц ежедневно. Ухудшение ситуации вызвало панику. Сбои в цепочке поставок сельхозпродукции могут привести к дальнейшему росту и так уже высоких цен на продовольствие и привести к дефициту товаров. Точки быстрого питания, в том числе KFC, объявили о временном закрытии некоторых своих кафе в стране из-за перебоев с поставками. Государственная электроэнергетическая компания заявила, что сократит отключение. Отмечу, веерные отключения электричества происходят с марта прошлого года из-за стареющего оборудования, работающих на угле ТЭС. Французские булочники съехали со всей страны в Париж. Они недовольны ростом тарифов на электроэнергию. Производители хлеба заявляют, что под угрозой существования оказалась вся индустрия. Не в том числе выпечка знаменитого французского багета, признанного, кстати, наследием ЮНЕСКО. Сейчас с места событий на связь выходит наш корреспондент Алиас Сдыкова. Алия, расскажите, неужели так на самом деле все плохо? Добрый вечер в студии. Да, все на самом деле очень серьезно. Мы сейчас находимся в главе Кортезе, которая движется в направлении Министерства финансов, чтобы выразить свое деградование. Вы видите, сколько шума? Я думаю, что уровень шума в принципе соответствует тому, насколько булочники зли на все то, что происходит сейчас. Дело в том, что во Франции структура индустрии выглядит так. Хлеб производят в основном маленькие булочные. Таких насчитывается в стране около 35 тысяч. Мы сиехали со всей страны сюда, в Париж, чтобы выступить акции професы. Дело в том, что последнее повышение тарифов на электроэнергию напрямую отразилось на производстве хлеба. Тарифы получились в 2,5 раза. И для булочных, на среднем, оборотом денежным 25 тысяч евро, считая электроэнергию, может достигать 10 тысяч евро. То есть, представляете, это абсолютно сложно вывести таких условий. Многие булочники заявляют о том, что им просто придется закрыть свои предприятия. Я предлагаю сейчас послушать, что они нам рассказали. Если под помощью государства подразумеваются будущие налоги, то нет, это не решение. Решение – это прекратить индексировать наше электричество, которое мы производим во Франции по газовым тарифам. Наша электроэнергия не нуждается в индексации. Оно стоит 50 евро в момент производства, и мы ее покупаем по 180 евро. К чему это все идет? Если на данный момент никакой помощи не будет предложено, то в течение двух месяцев мы просто закроемся, потому что мы могли бы повысить цены, но не должны клиенты за все это платить. Это культурное наследие, которое нужно сохранить любой ценой. Та помощь, которую уже анонсировало государство, это возврат часть налогов, отложенные социальные отчисления и небольшая материальная поддержка не являются достаточной, заявляют производители хлеба. Она покроет лишь небольшую часть той разницы в тарифе, которая образовалась после повышения стоимости электроэнергии. И я напомню, что багет несколько месяцев назад был признан культурным достоянием человечества, вошел в список ЮНЕСКО, и французские пекари, но также и французские потребители хлеба сегодня очень переживают за то, выживет ли индустрия в таком виде, в каком знает ее сегодня весь мир. Студия. Спасибо. Париж был с нами на прямой связи. Олея Садыкова рассказала, почему булочники Франции выступают сегодня маршем. Мы идем дальше. В России в 2022 году, в прошлом, значительнее всего подорожали товары первой необходимости. Это предметы гигиены, йод и даже спички. Это данные Росстата. Ведомство измерило изменение цен примерно на 500 товарах. О потребительской инфляции в России расскажет наш корреспондент Дана Нуржан. Йод, спички и мыло. Топ-3 товаров, цены на которые для россиян выросли больше всего в прошлом году. Они подорожали на 50%. Рекордсмен, медицинский йод почти весь завозится в Россию и за границы. Несмотря на то, что страна занимает пятое место в мире по его запасам, сегодня в стране практически нет собственной добычи и производства йода. В прошлом году в стране произвели всего 7 тонн йода, а его импорт составил 268 тонн. То есть завезли в страну почти в 40 раз больше. Похожая ситуация и с таким простым, на первый взгляд, товаром первой необходимости, как спички. Они в России тоже импортные. Сырья в России, собственно, достаточно. Собственно, для производства спичек нужна древесина и сера. Это все есть в достаточном количестве в России. Но за счет, опять-таки, более дешевого импорта, рыночная ситуация складывается так, что наши предприятия закрываются и мы вынуждены все больше зависеть от них. В основном в Юго-Восточной Азии из-за вот этих вот санкционных действий повлияла логистика, дорожала логистика, подняли цены производителей для отгрузки товаров в Россию. Используются сейчас посредники, которые тоже свои оценки добавляют. Среди 560 товаров и услуг, отслеживаемых Ростатом, сильнее всего выросли цены на услуги туристические. Поездка на отдых в Египет для россиян стала дороже на 160%. А слетать на море в Турцию или Эмираты теперь обойдется в два раза дороже. Всего же по оценкам статистического ведомства, официально годовая инфляция в стране составила около 12%. Жители Хорватии жалуются на рост цен после перехода в еврозону. Они обвиняют представителей розничной торговли в округлении стоимости товаров. С этим мнением согласны также эксперты. По их данным, некоторые магазины повышают цены на 50% и не конвертируют национальную валюту в евро по установленному курсу. Правительство пообещало принять меры в сложившейся ситуации. В этой связи госинспекция сообщила о проверке около 1000 торговых точек за две недели. Казахстанские вузы возобновят образовательную программу для афганских студентов. Об этом заявил представитель МИД Айбекс Мадьяров. По его словам, накануне в Брюсселе прошло третье заседание государств Центральной Азии и Европейского Союза по Афганистану. На нем посол по особым поручениям МИД Талгат Калиев подчеркнул твердую приверженность Казахстана своим обязательствам по оказанию содействия афганскому народу. Подтверждено, что отечественные вузы продолжат активное участие в образовательной программе для афганских студентов в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, финансируемой Европейским Союзом и реализуемой программой развития ООН. Претендентам на знак Алтенбельга теперь не придется сдавать один из предметов математику на базе Назарбаев интеллектуальной школы. Это требование собираются отменить. Проект с поправками в существующие правила уже опубликован для обсуждения на портале Открытые НПА. Напомню, норма была введена в мае прошлого года для объективной оценки знаний отличников. Кроме того, с сентября предлагается ввести в школах экзамен по казахскому языку в пятых-восьмых и в десятых классах. Его будут проводить как в устной, так и в письменной форме. Первую опорную школу открыли в Западно-Казахстанской области благодаря фонду «Казахстан-Холкна» в учебном заведении с более чем 80-летней историей модернизировали 27 учебных кабинетов, а также мастерские дополнительного образования. На презентации школы побывали мои коллеги. Стэм-лаборатория, арт- и телестудия, учебные мастерские, инновационная библиотека, новой мультимедийной техникой оснастили 27 учебных кабинетов. На уроках чувствуем себя настоящими учеными, говорит девятиклассница Аделя Уралбаева. Школа стала намного лучше и даже, могу сказать, комфортнее, даже прибавилась, так сказать, мотивация больше учиться. Например, даже все классы, стало больше оборудования и возможностей в школе. Это очень радует. Творческий процесс кипит и в классе робототехники. Теперь занятия в школе проводятся с использованием интерактивных панелей, новых приборов и демонстрационных материалов. Учителя признаются, все это значительно повысило интерес к учебе. Для перезагрузки сельской школы было выделено 250 миллионов тенге. Наша школа функционирует с 1937 года. Это одна из старейших школ в районе. 41 класс комплектов. Школа смешанная с русским, с казахским и медицинским обучением. Пока вот в области наша школа только одна участвует в этом проекте. Это очень для нас мощный толчок для всех педагогов, для уменьшения разрыва качества образования между сельской и городской школой. Учебное заведение выбрано не случайно. Аксайская средняя школа, где обучаются свыше 800 учеников, станет опорным центром сельских малокомплектных школ, уверены представители фонда. Это 10-я школа. Это проект у нас большой. С 2022 года утверждено 17 открытий таких школ. Здесь основная цель идет не только в оснащении современном оборудовании, формирование нужных предметных кабинетов, но и в целом улучшить методологию преподавания, чтобы эта опорная школа стала для малокомплектных школ опорной. Специалисты не исключают, что проект найдет свое продолжение и в будущем. Сейчас ведется прием заявок от областного управления образования. К слову, модернизация затронула педагогический состав. Все 70 сельских педагогов прошли курсы повышения квалификации. Альбина Кумаргалеева, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Хабар-24, Западно-Казахстанская область. В Казахстане увеличат количество шахматных секций с 7 до 14 тысяч. Об этом Касым Жумар Татукаеву доложил президент Федерации шахмат Тимур Турлов. Он проинформировал главу государства и о подготовке к суперматчу между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и Дин Лижином из Китая. Игра пройдет за звание чемпиона мира. Наша страна подала заявку на проведение турнира, ожидает одобрения. Также президенты ознакомились с итогами недавних международных турниров, которые состоялись в Казахстане. Касым Жумар Татукаев высоко оценил успехи наших мастеров на мировой арене. Шестиклассник из Риддера Иван Гребенщиков произвел фурор на Всемирной Олимпиаде инновационных научных проектов. Выиграл международный конкурс IT-специалистов. 12-летний школьник разработал универсального антиковидного робота с функциями дезинфектора и утилизатора медотходов, также предметов гигиены. И при этом аналогов изобретения Ивана еще не имеет. Вот, допустим, мне як дошел, мне надо продезинфицировать маску. Я кладу ее в контейнер для дезинфекции. Методом проб, ошибок и порой разочарований 12-летний Иван Гребенщиков собрал машину, дезинфектор и утилизатор вещей и медицинских отходов. По сути, умный кварцеватель. Идея родилась в ходе многочисленных научных консилиумов с отцом-инженером и школьным педагогом. Практически со второго класса мы с ним участвуем в конкурсах и научных проектов, и по робототехнике. Первый проект у нас был довольно простенький, но сейчас мы пришли уже к довольно сложному девайсу, который позволил нам не только участвовать в международных конкурсах, но и выигрывать их. Свою разработку Гребенщиковы довели до Всемирной Олимпиады инновационных проектов в Индонезии. Работу Ивана эти специалисты-международники признали лучшей. Казахстанца прозвали вундеркиндом. Инновационные технологии в конкурсе представляли 150 старшеклассников и студентов из 20 стран мира. Вполне я мог удивить жюри своим возрастом, так как все были уже 7, 8, 9, даже университет, а я в 6 классе. К 7 классу Иван Гребенщиков рассчитывает запустить свой стартап, наладить массовый выпуск дезинфекторов. Тем более себестоимость одной такой установки не превышает 50 тысяч тенге. И шансы на успех у Ивана хорошие. За последние 4 года в лучшие IT-проекты восточно-казахстанских школьников через госгранты инвестировали 35 миллионов тенге. Создана программа развития IT-классов и кабинетов робототехники по обновлению материальной и технической базы этих классов. Понятно, что компьютеры это такая вещь, которая быстро обновляется. Начинание поколения Next поддержат на региональном уровне. До 2025 в каждой восточно-казахстанской школе собираются доосносить классы робототехники новейшими технологиями. И задачи вполне актуальные. Сегодня на востоке страны сформировано 28 школьных команд-участниц IT-чемпионатов. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-казахстанская область. Хабар-24. На этом мы закончим. Немного позже вернемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин